Суфля Я в том числе поделюсь с вами своим конкретным субъективным мнением по всему, в принципе, этому концепту. Погнали! Стоит начать с того, что ребята, на самом деле, занимаются не только производством, у них есть свои магазины, свой канал на ютубе, ну а хули муви, это, в принципе, мой, скажем так, коллега, да, это мой товарищ, который занимается со мной одной и той же деятельностью, а мы сегодня поговорим о его продуктах и делает он следующее. Кальяны, у него были, на самом деле, кальяны изначально другой формы, в форме пули, здесь вы видите кальян в форме биты, ну, маленькой биты, их, наверное, ну, лучше, наверное, карликов бить такими битами, но в целом, на самом деле, он достаточно увесистый. Изначально кальян выглядел, как я говорил, в виде пули, посмотрите, вот такого формата у них были сначала шахты, такие шахты больше не производятся, стоили они там по 10 900, по-моему. Поэтому это вот новые форматы их кальянов, они уже достаточно давно на рынке, есть три разновидности таких кальянов. Во-первых, они есть в формате черной окраски, просто из акрила, есть в формате белой окраски, они называются, по-моему, хулиган бита, хулиган первый, и вот хулиган яркий. Яркий это акриловые такие накладки, в целом, это шахта сама по себе, вы понимаете, да, сейчас я начну собирать, вы поймете всю ее конструкцию. Яркий он называется, потому что он исполнен из разноцветных акрилов, у меня вот такого формата, он зелено-горчично-коричневый, в целом смотрится очень красиво, мне нравятся их яркие форматы, смотрится клево. Есть абсолютно разные цвета, розовые, фиолетовые, красные, желтые, в общем, это акрил, он, скажем так, рандомный, поэтому прошу. У меня вот такого цвета. О цене. Значит, обыкновенные шахты хулиган в исполнении бита стоят около 14 тысяч рублей в розницу, по-моему, и белый, и черный примерно одинаково стоят, а вот яркий хулиган стоит в розницу 29 тысяч 900 рублей, почти 30 косарей. Это что касаемо цены. Если, например, пуля и дальнейший хулиган бита и первый еще как-то более-менее адекватно звучат в РРЦ, то это достаточно дорого, давайте скажем, как есть, достаточно дорого, но акрил это дорогой материал и в закупке, и в обработке, поэтому, пожалуйста, хотите красивый кальян, дорогой, выглядит он примерно вот так. По форме, по форме. Иногда для кого-то это может показаться больше бутылкой вина утонченным или же кеглей, но все же это бита. Нужно сказать, что ребята из Нуахули групп Саша Нуахули первые придумали эту форму и внедрили их в кальянный рынок, потом уже подхватили такие компании, как Юнион, и начали делать аргумент. Аргумент он больше, длиннее, выглядит прям реально как настоящая бита. Кому-то нравится больше та модель, кому-то больше нравится эта модель, но отдать должное ребятам стоит, они стали первооткрывателями такой формы, и это реально крутой концепт, потому что называется компания Хулиган, да, и это бейсбольная бита. Хулиганье, в общем, давайте я начну собирать эту шахту, чтобы у вас было примерное представление, что это из себя представляет. Кстати, упаковывается он примерно вот в такую коробку, коробку мы уже разобрали, этот кальян у нас давно выкинули, у нас ее нет, ничего страшного. В общем, коробка это не самое важное, хотя и немаловажный аспект, в общем, вы увидели. Вот так выглядит кальян, когда он лежит в коробке, блются, млются, все там упаковано аккуратненько, и давайте его разбирать, в общем. Разбирать, собирать. Первое, чем его собрать, его необходимо разобрать. Первый такой кальян, значит, разбирать здесь, в принципе, недолго. Раскручиваем верхнюю часть, здесь у нас выползает сама шахта, откручиваем вот этот болтик, и все, ох, аккуратненько, не роняем. Так. Раскручиваем низ, головку биты, если можно это так назвать, и туда вот вкручиваем вот эту шайбочку. И вот такая лишняя деталь одна получается из одного комплекта кальяна. Если честно, мне кажется, что это сомнительная идея, а это, конечно же, закрывает концепт, да, бейсбольные биты, ее форму полностью, однако, мне кажется, не очень клево, когда остается одна лишняя деталь какая-то от кальяна, когда ты его полностью, в принципе, весь собрал. Ну, думайте, в общем, сами, мне кажется, это не стоит тратить розничные деньги покупателя на то, чтобы закрывать концепт, да, вы же это вкладываете в сумму, да, скорее всего, в розницу, и лишнее не нужно. Ну, в общем, вы поняли, лишняя хрень, которая будет валяться дома, и ты не сможешь ее использовать при покуре, разве что уголек сюда класть, или, я не знаю, может это быть муштучница небольшая для ограниченного количества муштуков. Ну, применение можно, в принципе, найти, если у вас есть находчивость, скажем так. Давайте дальше собрать этот кальян, дальше ничего сложного. Конструкция открытых пулек тоже мне не очень близка, они легко вываливаются, но ничего страшного, это не провестепенная проблема, она есть у многих, и фиксим. Здесь есть паз, находим паз, и у биты внизу есть вот такая ступенька, вставляем эту ступеньку в этот паз, вот так. И дальше начинается все остальное. А именно, мы вкручиваем погружную часть шахты, дальше у нас идет порт на чашку. Как раз-таки он и фиксирует всю конструкцию акрила на основании шахты. И дальше уже идет поверх блюдца. Это и с одной стороны очень круто, потому что это в стиле олдскульных мамунов, олдскульных кальянов, вот это съемное блюдце, да. Я думаю, многие из вас понимают, о чем я сейчас. У современных кальянов не у многих есть эта функция. Ну, вот ты там крутишься, вертишься, успокойся. Ну, вы поняли, о чем я. Да, вот эта конструкция олдскульного стиля, она присуща больше таким кальянам, как мамун, египетским кальянам, турецким кальянам. Да, или их подобием, например, там, да, есть вот у кармы тоже такая вариация. Это околотурецкие блюдца, их чаще используют в Бразилии, они здесь тоже съемные. Современные кальяны, конечно же, придерживаются такого формата, чтобы блюдца не было съемным, чтобы оно, типа, было на резьбе, крепилось и было неподвижным. Ну, не знаю, для кого как, для меня это по практике не очень удобно, но по олдскулу очень даже клево. Решать в итоге все равно вам. Вот так выглядит кальян без колбы. Они начали делать свои собственные колбы, давайте я вам покажу их вариацию колбы. В принципе, эта шахта встает на любую колбу, но раз уж ребята сделали свою колбу, стоит ее вам тоже показать. Они ее упаковывают вот в такие коробки, чтобы безопасно она к вам приехала. Давайте посмотрим, открываем. Делают эти колбы ребята из Big Max. Это, в принципе, нормально, когда бренды обращаются к другим производителям по аутсерсу. Главное, чтобы мы получали крутые, классные продукты. Здесь не только колба. Здесь еще и их мерч, футболки, видимо, посвященные вкусам табака. Это Панама, видимо. Это Love. А это True. Футболки нужны, ребят? Они слишком такие яркие, очень для меня. Я более однотонное ношу, ну, в общем, заберете. Ну и, собственно, вот так выглядит их колба. Здесь нанесен логотип хулиган. Это череп, сбитый надписью хулиган на кириллице. И вот здесь переход в виде... Я не знаю, что это за рисунок. Здесь, видимо, продолжение их вот этой графики, которая нанесена на кальяне. Он здесь на шахте. Здесь написано лак, хулиган, их логотип, гуд, черепа. Им этот дизайн, весь вот эту роспись делал один художник. Его зовут Максим. Не знаю, знаете вы его или нет. Ну, в общем, такой неординарный парень. Он выглядит очень странно и делает очень прикольные рисунки. Он мне даже подарил какую-то небольшую картину. Она где-то должна быть. В общем, давайте оденем кальян на колбу. Черт, я забыл уплотнитель. Посмотрим, как это будет смотреться в комплекте. Я обратил внимание, что здесь нету ступеньки у колбы, как у большинства классических капель. Мне кажется, это сделано для того, чтобы вся конструкция кальяна смотрелась более плавной, более сглаженной. Давайте оденем. Ну, примерно, да. Гладкий весь такой. Приятно смотрится кальян. Так, мундштук на резьбе. Это, в принципе, хорошее решение. Отлично, что здесь нет орингов. Оринги со временем пойдут нафиг. Но лучше бы сделали качественную притирку. Однако, в принципе, пофиг. Хорошо, что выступает металлическая часть достаточно, точнее, порт на шланг достаточно далеко. Это даст возможность, точнее, не даст шлангу возможности постоянно выпадать. В общем-то, вот так смотрится полностью в сборе этот кальян. У них также были свои чашки. Вот, ну, уплотнитель еще мы накинем быстренько для вида. Вот так как-то это все должно смотреться. В целом, смотрится клево. Мне нравится, как смотрится этот концепт. Интересный кальян. Однако, 30 тысяч рублей. Вы должны это знать. По поводу комплектации, всего остального вы можете чекнуть у них на сайте. Колбы можно купить. Чашки тоже. Кстати, эти чашки тоже больше они продавать не будут. Так же, как и их шилы, вилки. Или просто шила. Это было просто шило, да, в виде пули. Дочечек под забивки. Их тоже больше в производстве не будет. Они сейчас делают новые. И, кстати, по поводу нового. Вот их старая чашка. У них были свои минусы у этих чашек. Очень узкие края по периметру. Из-за чего происходили сколы. Вы видите, да. Из-за того, что здесь чашка идет на сужение. Во время работы, во время забивок часто происходили здесь сколы. Однако, курилась эта чашка достаточно хорошо. Делали эти чашки им ребята из компании Облако. Но скоро у ребят, хулиган, появятся новые чашки. Вот такого формата, вот такой формы. Здесь черепок нарисован. Написано фак, лак, удача. Ну, и ругательство на английском языке. В общем, как-то так это все выглядит. Мы сейчас на одной из таких чаш покурим. Пока чашка до конца греется, мы немного порассуждаем еще о концепции. Я думаю, вы все примерно понимаете, да, что это что-то стритовое, что-то хулиганское, да. Что, типа, дворовый бандит, мамкин симпатяга, папкин бродяга, как там говорится. Ну, вы, я думаю, поняли. Концепт молодежный, концепт дерзкий, резкий, как и, в принципе, весь маркетинг. Кстати, мне реально очень нравится то, как по периметру кальян нанесены вот эти изображения. И такие же подобные изображения нанесены на блюдце. По курению кальян имеет классическую тягу. Мне нравятся такие классические тяги. И вообще, в целом, по всей конструкции, по тяге, по принципу, это что-то вот олдскульное на современный лад. И еще и что-то вот такое хулиганское. Прикольная концепция. Мне нравится, как этот кальян курица. И у него прикольная продувка, обручальная, я бы так ее назвал. По всему периметру маленькие отверстия. Это, в принципе, есть продувка. И получается такой вот круг дыма вокруг кальяна в области пояса, если можно так сказать. Курю я, кстати, вкус Green Queen. Это чай с медом, что-то такое. Отличный, кстати, вкус. Давайте плавно, наверное, будем перетекать к табаку. Но перед тем, как перетекать к табаку, я еще что-то не сказал. Вот эти чашки новые. Они будут стоить где-то до 1000 рублей. Как, в принципе, и старые. Они стоили там от 800 до 1100-200. Смотря в каких магазинах вы берете, у кого какая наценка. Та же ценовая категория сохранится вот и у этих чаш. По курению комфортно. Я уже сделал достаточно много тяг, хорошая раскрываемость. Это первые забивки на этих чашах. Я полагаю, что вкус немного крадется. Поэтому дальше будет курица еще чуть ярче. Удобно забивать с такой, что-то среднее между фанелом и прямотоком. Что-то между убивашкой, фанелом и прямотоком, я бы сказал. Форма удобная для забивки. По крепости вы отсюда добьетесь от табака средней крепости, чуть выше средней крепости. Крепче вы на таких чашах, скорее всего, не пакуете, только если это не будет какое-то касание. Дальше. Дальше они начали делать вот такие подставки под колбы. Они стоят тоже что-то около косаря, может чуть больше. Называется щит. Здесь есть нанесение с двух сторон. Давайте примерим. Белую или черную? Ах ты, расист. Я так и знал. Давайте белую примерим. Вот для этого эта подставка и предназначена. Не знаю, насколько она полезна может быть в принципе. Дома мне как бы нужды в таких подставках никогда не было. Что в заведении может быть, если дома у тебя ковролин, это особо не спасет. Это скорее какая-то клевая приколюха, которая просто делает общий вид кальяна каким-то классным. Ну или если ты собираешься где-то на асфальте курить или, допустим, вне дома. Очень удобная штука. Кинул, чтобы мало ли какой-то маленький камушек не дал скол на колбе. Вы поняли. И чтобы не подсарапал ее лишний раз, если у тебя дорогая, крутая колба, какая-нибудь хрустальная или какая-то вот с нанесениями. Вы поняли. Что-то я сегодня очень много говорю, вы поняли. Я думаю, вообще понимающие у меня ребята, поэтому я больше не буду этого повторять. Колба, кстати, в рознице стоит 1700 рублей. 29 900 шахта. Чашка, по-моему, у них идет в комплекте с шахтой. Ну, в общем, 31 тысяча рублей, 32 тысячи рублей уйдет на все про все. Со шлангом, с муштуком, с кальяном, с колбой. В самом дорогом, крутом комплекте. Вот как такой. Давайте плавно перетекать к табаку. У ребят из Нуахули, хулигана, есть еще свой табак. Вот он у меня здесь представлен. В двух фасовках он производится. 30 грамм стоит 290 рублей в розницу и 200 грамм стоит 1550 рублей в розницу. Все вкусы мы выведем на экран. Вот, прошу, смотрите, чтобы я все не перечислял с описанием. Неординарные названия, все очень прикольно. Выдерживается концепт вот этого хулиганья. Опять же, броские цвета, черно-белая упаковка. Мне нравятся вообще вот черно-белые коробки и упаковки, когда они оформлены стильно. Здесь все оформлено вычурно, очень дерзко, резко, так же, как и в упаковках с колбами, упаковка с кальянами. Но это здесь уместно, это здесь смотрится, это смотрится вкусно, закрыто. Мне вообще нравится, что у них такой закрытый концепт бренда. Все они стараются доупаковывать, доделать как надо. Со вкусов начали, меня понесло опять в другое русло. Вернемся ко вкусам. В общем, еще раз, все вкусы на экране, чтобы вы точно запомнили. Из всех этих вкусов для себя я выделил два вкуса, которые мне реально зашли, и я их с удовольствием курю. Это Green Queen, это типа чай с мятом и медом. Прикольное, очень классное сочетание, домашнее, интересное и клевое. И Wrap Rose. Это типа лимонад малиновый, с грейпфрутом розовый. Ну, короче, это аналогия Пинкмана. Тоже прикольно курица по вкусу. Из всех вкусов эти два вкуса мне прям запомнились и отложились. Я их вот сейчас, Green Queen, кстати, курю. По крепости и по бленду. По крепости это табак, который стремится выше, ну, стремится к средней крепости. Выше средней крепости его можно забить, дать ему легкий перегрев. Он не боится жара. Здесь бленд из трех табаков. Это Virginia, Burley и сигарный лист. Как я понял, сигарный лист они здесь добавили для того, чтобы немного более приятным сделать привкус именно табачного сырья во время курения. Более экзотичным, что ли. И подобрали, скажем так, мне кажется, с помощью сигарного листа крепость подходящую. В целом, по сырью и по, например, качеству курения у меня вопросов нет. Есть вопросы по линейке. Хотелось бы видеть более разнообразную ее, более домашнюю. Не хватает, мне кажется, некоторых сдобных вкусов, десертных вкусов. Есть коктейльные, ягодные вкусы, необычные салатики. Есть даже без аромка. True. Это просто вкус табачного листа. Но, мне кажется, не хватает каких-то теплых таких кремовых, возможно, сливочных вкусов. Это чисто мое настроение. Они там сами решат, какие вкусы им делать, не делать. Знаю, что скоро будут новые дропы новых вкусов. Ребята, в принципе, не последние люди в индустрии далеко. Они, на самом деле, давно уже в нашем рынке. Они не станут выпускать плохих вкусов, сомнительных. Вкусовщина, она всегда остается вкусовщиной. Здесь на любителя кому что заходит, кому что не заходит. Но о том, что этот табак будет куриться комфортно, мягко и приятно, я уверен, потому что они не станут выпускать второсортный ТХ на рынок, потому что у них есть репутация. Это не ноу-нейм, пацаны. Поэтому вот так. Мне лично два этих вкуса зашли. Остальные на любителя не очень зашли. По комфортности, по крепости уже сказал. Цена, возможно, немного, чуть-чуть дороговатая. Но, опять же, каждый оценивает свой продукт так, как считает нужным. Давайте посмотрим, как этот табак будет куриться с миксами с другими производителями. Покажу вам три интересных микса и попробуем подытожить. Итак, первый микс, который мы пробуем, называется Skyrim. Здесь у нас в основе кентуки от Satira, джент пряной виски. И добавили лимонного имбиря от Хулигана. В миксе себя вкус чувствует, в принципе, достойно. Он не теряется, не мылится, не перебивается остальными вкусами. Аромка держится на сырье хорошо. Я сделал, в принципе, уже достаточно тяг. Последний вот перед вами, в принципе, проанализировал. Следующий микс, который мы пробуем, называется Бабушкин сквирт. Здесь у нас в основе идет сквирт от Satira. Добавляем какао от Нагло и Хулиган смородина ромашка. Все компоненты Бабушкиного сквирта собраны. И, если честно, ну если предыдущий микс был вкусный, Гриша, этот микс прям соответствует своему названию. Он типа... Я, если честно, на вкус не знаю. Вы не подумаете? И начните мне писать всякую херню в комментариях. Но реально кальян невкусный. Типа ромашка со смородиной чувствуется как надо. Никита, хочешь попробовать Бабушкин сквирт? Ну, блядь. Я один зафаршмачился, да? Давайте следующий фейкс. Так, крайний микс, который мы пробуем, называется 34BB. Это 34-й вкус Баскин Роббинс. У них по литре всего 33 вкуса. Мы сделали 34-й. Значит, здесь у нас в основе клубничный пломбир от компании Нагл и малиновый розовый лимонад от Хулигана. Ну, на самом деле, как и предполагалось, с первого уже кальяна Хулиган держит себя в миксах хорошо, не теряется, не становится фоновым. В каких пропорциях здесь было забито? 50 на 50. Ну да, здесь все четко прям как-то вот чувствуется. И малина, и вот этот розовый лимон. Это грейпфрутовый привкус, да? И очень четко, отчетливо чувствуется клубника и вот эта сливочная нотка мороженого. В целом, в миксах он себя чувствует комфортно. Это мы поняли, поэтому можете смело миксовать. По температуре он не капризный. Ему средние температуры 3-25-х, 4-25-х. Мы поэкспериментировали, поняли, что достаточно для раскрытия в любом миксе. Поэтому давайте к выводам. Итак, дорогие друзья, мне в целом вся эта вот идеология хулиганья нравится. Смотрится все это концептуально, смотрится все это закрыто. Круто. Прикольно, что у них есть и кальянный, и табак, и аксессуары, и чашки, и все, что необходимо, в принципе, для курения. Теперь еще и колбы. Осталось только там угли свои начать производить. Все это очень закрыто. Все это в едином стиле. Все это упаковано. Все это красиво. Это что касаемо внешнего вида. Что касаемо, допустим, самих продуктов. Кальян мне по курению понравился. По качеству видно, что он качественный. Но он дорогой. Допустим, именно вот эта модель достаточно дорогая. 30 косарей за акрил переплачивать. Я думаю, не все будут готовы. Простые модели, черные и белые биты, да, они дешевле, они проще, они куда более практичны, возможно. Однако, вот, допустим, мне до сих пор непонятна эта деталь. Она, конечно же, закрывает концепт целостности образа биты, да, но когда ты кальян полностью собираешь, все-таки остается какой-то непонятной отдельной частью. Мне это не очень нравится. А мне также, наверное, не очень нравится сама сборка кальяна. Пульки в открытом виде, когда ты его разбираешь, раскручиваешь либо порт на чашку, либо погружную шахту, у тебя вся конструкция как бы разваливается. И очень легко уронить, потерять пульки. Сегодня с нами это уже случилось. Бегали под диваном, искали пульки. Это что касаемо, допустим, практичности. Внешний вид, концепция круто. Мне нравится, как этот продукт смотрится. Очень даже. Что касаемо табака. По курительным качествам у меня нет никаких претензий. Средняя крепость, плавный на кур, без каких-либо дискомфортных ощущений. Хороший табак. Однако, есть минусы, по моему субъективному мнению, во вкусовой палитре. Я здесь увидел много всякого разного фруктового, но не увидел ничего такого сдобного. Возможно, не хватает какой-то гастрономии. Чего-то, в общем, здесь в палитре не хватает. Но у них в палитре пока не очень много вкусов. Будем ждать. А для вас, дорогие друзья, мы запускаем вот такой вот конкурс. Раз уж у ребят не очень пока много вкусов в палитре, давайте мы разыграем для вас кальян от компании Хулиган. Биту, черную, в комплекте. Но для того, чтобы его выиграть, вам необходимо поучаствовать в этом конкурсе. Вам необходимо написать комментарий под этим видео на Ютубе. Обязательно оставив в этом комментарии какие-то ссылки на ваши социальные сети, чтобы мы могли с вами легко связаться. И в этом комментарии вам необходимо предложить ребятам сделать какой-то вкус. То есть вам необходимо написать пропорции, какие-то сочетания, обозвать этот вкус в их концепции, хулиганья. И, наверное, Саша прочитает все эти комментарии, выберет самый удачный вкус, самое интересное сочетание попробует. И надеюсь, что сделает этот табак в небольшой партии для наших подписчиков. В общем, самый интересный комментарий заберет кальян Биту от компании Хулиган в черной расцветке. Всем большое спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Как всегда, с вами был я, Айк. Вы были на канале Хука Тайм. Вам необходимо, как всегда, по традиции подписаться на нашу колонну на Ютубе, вступить в нашу группу ВКонтакте Хука Тайм Клаб, на наш инстаграм подписаться Хука Тайм Клаб, на мой инстаграм Айк Ашт, и также подписывайтесь на наши новоиспеченные телеграм-каналы. Кстати, инстаграм это экстремистская организация, имейте в виду. Еще раз всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, это была продукция от компании Хулиган.